Здравствуйте! За последние 24 часа в Турции было 4 землетрясения с магнитудой 4 и больше, 38 землетрясений 3 с плюсом и 250 землетрясений магнитудой 2 с плюсом. Также произошло 161 небольшое землетрясение магнитудой менее 2, которые люди обычно не ощущают. Умеренное землетрясение магнитудой 4 и 7 произошло в Малатье, Турция, 20 минут назад. Число погибших в результате землетрясения достигло 43 500 человек. Об этом сообщают турецкие СМИ. Количество эвакуированных составляет 460 945 человек. 118 тысяч зданий сильно повреждены. В общей сложности в регионе работают 19436 поисково-спасательных сотрудников, 245 198 человек сотрудников силовых и экстренных ведомств, в том числе полиции и скорой, а также более 5000 волонтеров. После землетрясений зафиксировано 6212 авторшоков или же повторных, более слабых толчков. В 11 турецких провинциях следственные органы рассматривают дела в отношении 564 лиц, которым вменяется нарушение правил строительства зданий. 160 человек арестованы по подозрению в нарушении правил строительства сейсмоустойчивых зданий. В рамках расследования дел о мародерстве полиция определила 282 подозреваемых, 181 из них арестован. В зоне землетрясений в Турции выявлено свыше 50 тысяч зданий, которые необходимо срочно снести. Также власти Турции настоятельно рекомендуют не входить в уцелевшие дома с целью взять личные вещи, пока не будет произведен тщательный осмотр этих зданий. В Хаттае, сильно пострадавшем от разгола стихии, и по сей день остается беспорядок – пищевые отходы и мусор. В воздухе сильный запах разложений, в городе не без оснований опасаются начала эпидемий. Министерство иностранных дел поделилось последними данными о гуманитарной помощи, доставленной в Турцию, при координации иностранных правительств. Министерство распространило соответствующую информацию относительно гумпомощи в социальной сети Twitter. Согласно документу, 19 стран установили 22 полевых госпиталя в зонах землетрясений. В Турцию на сегодняшний день доставлено 9000 палаток, 167 жилых контейнеров и около 1000 гигиенических установок. МИД сообщил, что в рамках помощи пострадавшим от землетрясений в Турцию прибыло 1 344 000 одеял, 196 538 спальных мешков, 74 750 коек, 26 622 генератора, 5722 тонны одежды, 3065 тонн средств гигиены и медикаментов, 5678 тонн продуктов питания. В больницах Стамбула остаются 1233 пострадавших из зоны разрушительных землетрясений, последствия которых ощутили жителям многих провинций юга и юго-востока Турции. Раненых доставили в мегаполис как санитарной авиацией, так и военно-транспортными самолетами ВС Турции. В больницы Стамбула было доставлено в целом 12 374 граждан, из них 11 141 человек уже выписан из больниц, а 1233 продолжают получать лечение. Хочется выразить огромную благодарность командам спасателей, которые сами нередко становясь жертвами обвалов, продолжают самоотверженно извлекать из-под завалов пострадавших от землетрясений людей. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше о происходящем в Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте поставить лайк и написать комментарий, чтобы помочь нам в развитии канала. А от себя добавлю, берегите себя и своих близких. До новых встреч!